Здравия! Елена и Григорий сейчас укрепляются позиции криптовалюты. Есть те, кто ее боготворит, а есть те, кто говорит, что это замануха на уровне мирового правительства. Что вы думаете о криптовалюте? Что я думал о криптовалюте? Это способ создавать собственные деньги, то есть делать деньги из ничего. Но на самом деле, чтобы криптовалюта имела силу, у вас все равно должен быть какой-то материальный достаток, и нужно договориться с банком, чтобы он замен вашей криптовалюты что-то выдавал. То есть если вы покупаете что-то на криптовалюту, то кто-то является гарантом того, что криптовалюта обеспечивается деньгами. То есть у мирового правительства есть такой план, у тайного мирового правительства есть такой план перевести нас всех на цифровые деньги. Много вы везти разных заманух. Официально через банки можно вас заманить через это называемые криптовалюты, которые имеют некоторую выгоду, например, если вы что-то не можете оплатить через банк, вы можете оплатить через криптовалюту, вы к ней привыкаете, А потом вас тихонечко криптовалюту переводят, и вы начинаете расплачиваться. Когда вы с помощью криптовалюты уходите от паразитической банковской системы, криптовалюта играет позитивную роль. Когда криптовалюта – это лишь способ кого-то обворовать, это тоже бывает. Либо подсадить вас на эту криптовалюту, чтобы потом вами управлять – это проблема. Хорошо это или плохо. Если вы переходите на обмен ресурсами через криптовалюту, и этой криптовалютой управляет человек в вашем государстве, живете в России, и собственно криптовалюты – это человек, который защищает национальные интересы, то это в целом хорошо. Вы выходите из-под банковского влияния, например, вы можете получить кредит в криптовалюте и расплатиться, и вы не платите за него 10% годовых, а положим полпроцента, а то или меньше. В некоторых странах отрицательный процент, а криптовалюта играет положительную роль. Важно еще, кто этой валютой управляет и к чему это ведет. Обычно ситуация с криптовалютой – проблема в том, что, чтобы эти деньги получить на наличные, вы несколько процентов отдаете тому банку, который этим занимается. То есть сливаете часть вашего дохода, кроме того, что уже существует, еще какой-то банковской организации. То есть с точки зрения экономики очень дорого – отдать 3% только для того, чтобы эти деньги сделать наличными. Ну, то есть сила криптовалюты в том, что ей можно расплачиваться, например, те же самые Яндекс.Деньги. Ну, например, может выпускается банковская карта Яндекс.Деньги, ей можно расплачиваться. Она, по большому счету, внешне никак не отличается от вашей банковской карты. То есть банковская карта – это гарант-банк, да, а тут гарант какой-то другой банк. Если банковская карта работает, то она, по сути, не отличается. Важно то, кто это контролирует. Вот если бы в России велась криптовалюта, которую управлял человеком, у которого не банковские интересы, то есть не хапужнические интересы, большинство банков занимается нахапужничеством. То есть деньги делают сделающиеся из ничего и ради выгоды. Таллинная ситуация, она может играть и в плюс, и в минус. Хорошо это или плохо. Это зависит от ситуации. То есть я не могу сказать, кто является собственником этой валюты и какие он ставит задачи. То есть есть положительная сторона, есть отрицательная. В целом наличие предвалюты – это хорошо. Хорошо, что появляется какой-то аналог уже существующим валютам. Например, какие-то деньги зарабатывают банки, и они начинают управлять миром. Вы знаете это или не знаете, понимаете или нет, то банки управляют экономикой страны. То есть если банк кому-то не дает деньги, то вы никакой процесс не запустите. Банк дает деньги, обычно серьезный процент. То есть из экономики вытаскивается серьезный процесс. То есть процент обслуживания банком, может быть, в реальности, в экономике, предположим, 1%. Если банк просит у нас больше 1%, например, из-за инфляции. То есть банк вытаскивает из экономики деньги, тормозит процессы, которые существуют в экономике. 10% тормозится развитие той или иной части промышленности. Потому что задача банка – не получать прибыль. Задача банка – обеспечить работу системы. Если это обеспечение стоит дорого, соответственно, это идет торможение процесса. Деньги перекачиваются из экономики в чей-то отдельно взятый карман. То есть нормальный настоящий банк – это люди, предположим, которые живут при системе, и они берут процент, который необходим для обслуживания самого себя. То есть эти деньги, они возвращаются в экономику. А вы сегодня заплатили банку, а завтра банк купил у вас услуги. Там услуги, например, по обслуживанию вашей квартиры, по покупке еды. То есть они все равно остаются в экономике. Если банк где-то складывает, накапливает, это простичка система, и от нее нужно избавляться. То есть когда деньги из экономики уходят в какие-то частные руки, там скапливаются. И как показывает экономика, в мировой экономике именно так и происходит. Практически все деньги, они находятся у банковских систем. То есть у них есть конкретные хозяева. Хорошо это или плохо, зависит от ситуации. Если все перейдут на, предположим, какие-то криптовалюты, то, поверьте, государство начнет на это влиять. В каком бы государстве бы ни жили, то есть эта криптовалюта либо запретят, либо возьмут под свой контроль. Хорошо это или плохо, зависит от ситуации. Иметь 100% денег в криптовалюте нельзя, использовать ее в принципе можно. Через криптовалюту, например, деньги также через банки могут уходить, например, за границу. Ресурсы могут перекачиваться, это плохо. Например, если вы фактически их не тратите. Если этот процент меньше, чем у банков, то опять же это хорошо. Это очень тонкий вопрос. Это вопрос больше к экономистам. Есть духовно-нравственная страна, и она говорит о том, что ресурсы должны оставаться у того, кто эти ресурсы создает. Банк не создает эти ресурсы, например, он обеспечивает их движение. Они не должны у него в серьезной части оставаться. Поэтому я бы такой вопрос задал кому-нибудь, типа Лебедева, экономиста Лебедева. Я вам ответил с точки зрения... Лебедева, Катасонов. Катасонов, да. Катасонов, да. Он бы на вас, вам на этот вопрос отвечал с точки экономической. С точки зрения духовно-нравственной, ресурс должен оставаться в том месте, где он производится. Если вы что-то сделали, то у вас должны оставаться эти ресурсы. Вы продали какое-то количество товара, у вас остается материальный ресурс, позволяющий купить этот товар. Если важная часть этих денег уходит куда-то в другой месте, это означает, что вы отдаете часть вашего ресурса дяде, который в это ничего не вложил. То есть вообще все банки должны быть государственными. Если банк дает вам кредит за ничтожный процент, там 1,1, он может быть частным. В противном случае все банки должны быть государственными. То есть государство понимает, что банк не предназначен как организация для получения выгоды. Это система, обеспечивающая экономику, но не предназначена для получения выгоды. То есть, например, вы с этой фабрикой производите какой-то продукт, там выгода может быть. То есть, работа делается, создается ресурс. Если банк создан для получения выгоды, то это уже паразитическая система. Ваша задача – эту систему по возможности не поддерживать. Криптовалюты становятся даже банковской системой и начинают делать то же самое, то ситуация, соответственно, такая. Большой проблемы в криптовалюте нет. То есть она может работать как плюс. Но плюс, в первую очередь, в том, что когда нужно решить какие-то вопросы, которые банк ограничивает из-за своих интересов, а криптовалюты позволяют делать. Банки, политики не хотят, чтобы вы, например, с кем-то общались, у кого-то что-то платили, то есть кого-то поддерживали. То есть они влияют на ваш выбор. Влияют не потому, что это нужно для экономики, потому что это нужно с точки зрения безопасности, духовно-нравственных каких-то вещей. Это потому, что им невыгодно, невыгодно политикам, невыгодно тем, кто управляет миром. То есть если появляется криптовалюта, которая позволяет решать эти вопросы, то криптовалюта однозначно хорошо. Поэтому очень много разных нов, и они зависят от ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok